Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Потому что у нас впереди еще две темы, которые мы смотрим по обманутым дольщикам, которые не являются представителями жилищного строительства защищенного законом, более или менее кое-как защищенного законом, а люди, которые вложили деньги в строительство торгового офисного центра, оказывается, что они беззащитны перед буквой закона. Но я хочу буквально пару слов еще вернуться к Алексею Навальному, которого отпустили на свободу под подписку о невыезде, заменив санкцию ареста. Здесь почему-то все упускают, что самое главное, самое загадочное в этой ситуации то, что жалобу об аресте Навального написала прокуратура. Прокуратура. Сторона обвинения. Сторона обвинения. Гособвинение вдруг обжаловалось ни с того, ни с сего. Вот это самое загадочное в этой ситуации. И сейчас для себя я совершенно случайно выяснила. Действительно не знала, что Владимир Сметанин пишет стихи. И вчера после... Да-да-да-да, нечего смеяться. Я у вас не спросила разрешения, но я сейчас расскажу. Он вчера написал песню, теперь, значит, сочиняет мелодию на эту песню, посвященную судилищу над Алексеем Навальным. И я даже запомнила строчки, с которых начинается эта песня. «Девять лет на двоих нам спеть и дали. Девять лет». Ну, я надеюсь, что мы услышим в свое время это произведение. Ну, я говорю, на меня сначала грусть такая напала после оглашения приговора, а потом... А потом кураж. Ну, это стресс, да. Володя взял и написал песню. Аплодисменты в студию. Вот, ну что ты. Не имею оснований для того, чтобы ее не презентовать, да, в ближайшее время. Да-да-да, я думаю, что это будет здорово, но начало уже хорошее. «Девять лет на двоих нам спеть и дали. Девять лет». Ну что ж, давайте продолжаем работать по обманутым дольщикам. И мы уже узнали о Андрея Гущина, это представитель собственников, уже собственников торгового центра, что на Советской 39 торговый центр должны были сдать в декабре 2009 года. Сейчас еще не у шубы, как говорится, рукав. Вот, люди уже добились того, что, давайте повторим, что уже дольщики судебным решением объявлены собственниками, в том числе и с застройщиком. Это ООО Бажена, а точнее, Анисимова Валентина Алексеевна. Скажите, в чем вопрос? Вот если сегодня дольщики говорят, что мы готовы взять все это и достроить, в чем проблема? Почему? В чем стопорт? Вот здесь, по-моему, начинается самое серьезное, когда я говорила, что дольщики не защищены перед буквой закона. Что происходит? Объясните нам. Хорошо. Для того, чтобы можно было продолжить строительство, необходимо перезаключить договор аренды земельного участка и получить разрешение строительства. С городской администрации, я понимаю, да? А земля все-таки в аренде находится, да? Конечно, в аренде. До сих пор у предприятия Бажена земельный участок. Поэтому нам необходимо сделать договор перенайма земельного участка. Это делается с разрешения Анисимы? Нет. Пока она является арендатором. Я не знаю, платит ли она арендную плату за этот земельный участок, но договор пока заключен с ней. Наши дольщики объединились и создали жилищно-строительный кооператив. Для того, чтобы уже этот кооператив выступал в отношениях с городской администрацией и на себя оформлял разрешение на строительство, аренду земли и прочие необходимые административные документы. Однако у нас Бажена еще из этой схемы не выходит. Очень удивительный момент. А мы остановились на том, что Бажене принадлежат все-таки часть площадей вот этого недостроя. Это лестницы, лестничные площадки, подсобные помещения. Бытовки такие. То есть то, где нельзя будет открыть, значит, сделать офисы, нельзя будет поставить прилавки. А, кстати, Бажена, ты согласна с такой позицией, что именно вот эти части торгового центра? Когда заключались договоры долевого участия в 2008-2010 годах, с каждым дольщиком был на плане, на маркировочном плане, были отмечены границы, которые должны быть переданы после сдачи торгового центра в эксплуатацию. Ну вот я напомню, что у нас сегодня еще в студии одна из собственников недостроя, Татьяна Васильевна Креницына. Татьяна Васильевна в 2008-2009-2010 году полностью оплатила вот будущую свою собственность, да? И вот сегодня она представляет у нас в студии вот 9 человек, которые вот в таком же находятся состоянии, как она. Извините, я вас перебила. Итак, что там? Удивительная ситуация возникла. В мае 2013 года городская администрация продлила разрешение на строительство именно предприятию Бажена. Насколько продлила? На год. Минутку, подождите. К тому времени, по-моему, Бажена объявила о ликвидации. Это еще не все. После того, как Бажена объявила о ликвидации... В августе прошлого года. В августе прошлого года. А ей продлили, значит, разрешение на строительство. Это очень правильно. А как нет, что же? В октябре 2012 года один из кредиторов Бажены, Залу Надежда, обратился в арбитражный суд с иском, с заявлением о банкротстве этой строительной фирмы. И с января 2013 года... Насколько я понимаю, мы говорили о том, что по суду было принято решение о выплате дивидендов в размере 6 миллионов рублей. Это выплачено не было, насколько я понимаю. Это не выплачено. То есть, видимо, на основании этого Надежда обратилась в арбитражный суд о банкротстве Бажены. Вот в Надежде Бажена должна была более миллиона рублей. Также решением суда подтверждается эта задолженность. И Надежда обратилась в конце прошлого года с заявлением о признании Бажены банкротом. С января 2013 года в отношении у Бажены проводятся процедуры банкротства, то есть наблюдения. Конкурсное наблюдение. И несмотря на все на это город пролонгирует договор. Да. И вот в такой ситуации, когда у нас 14 августа уже будет рассматриваться именно вопрос о введении конкурсного производства в отношении Бажены, вдруг городская администрация в мае 2013 года продлевает разрешение на строительство нашего торгового центра. Минуточку, я вообще ничего не поняла. А тогда заходит, вот это все становится конкурсной массой. Вот это недострой, это конкурсная масса. И помните, как говорил Шариков про очередь, да? Не помните. Ну, фильм «Собачье сердце». В очередь он говорил. Ребята, в очередь. Значит, и что же, они в порядке очередности, которая неизвестно когда, они просто могут вернуть свои деньги и вернуть это даже под вопросом. Ну, то есть они становятся в общую очередь. А как тогда решение предыдущего суда? Это что такое? Если бы наши дольщики не признали в судебном порядке за собой право на доли в объекте незавершенного строительства, то все здание торгового центра после введения конкурсного производства попало бы в конкурсную массу. Конечно. Сейчас, так как уже дольщики свои доли выделили из этого торгового центра, то в конкурсную массу попадет примерно треть всех площадей торгового центра, о которых мы говорим, что это подсобные площади. Подождите, а я знаю одних очень, я знаю ушлых юристов, которые незамедлительно бы приняли решение и выкупили вот эти вот лестницы, вот эти площадки лестничные, выкупили бы. Знаете, почему? А потому что это их собственность, и все остальные дольщики уже, извините, ты на мои ступеньки не встанешь. Вот есть здесь еще один очень хитрый, если кто-то догадается, смотрите, уже лестница станет объектом собственности, а я не хочу, чтобы по моей лестнице кто-то ходил. Пробовали разрабатывать именно в таком направлении? Такая практика в Кирове имела место. Имеет место быть, я знаю даже людей. Парламаркса 99, где лестница находится в частной собственности. Все знают это здание, да. То есть, когда мы поднимаемся в МТС и в инструмент, мы идем по частной лестнице. И надо так денежку дим в капсовый аппарат пустить. Ну хорошо, что там еще аппаратов не стоит. Что теперь, что теперь, Андрей Алексеевич, что теперь будет? Сейчас мы пытаемся установить границы в судебном порядке, чтобы именно доказать, что на долю Бажены остаются вот эти площади некоммерческого назначения. То есть, которые имеют минимальную рыночную стоимость. Ну вот я говорю, за минимальную рыночную стоимость они и станут чьей-то частной собственностью. Люди поставят за минимальное собственное охранное агентство. И вы будете вползать по приставным лестницам. Не исключен такой вариант. Нет, это, вы знаете, вот незащищенность человека от произвола подобного. И в ваш план теперь что ходит? Ну, установите вы. Ну, скажет суд, да, вот у нее вот лестница, пусть будут ее и что. Банкротство начнется буквально вот меньше месяца. Лестницы и площадки уйдут в конкурсную массу. Их выставят на продажу. В любом случае мы бы хотели в этом году уже продолжить строительные работы. Потому что торговый центр стоит без окна дверей. Минутку, а вот у меня пришла мысль в голову. Скажите, пожалуйста, а дольщики имеют преимущественное право выкупа вот этих вот лестниц и так далее? Да, имеют. Имеют? Имеют. Ну, тогда уже поспокойней. И что еще? Мы хотим в этом году хотя бы закрыть окна и двери для того, чтобы в здание не проникала в дальнейшем вода. Иначе уже разрушение просто идет. Конечно, да. Здание стоит несколько лет. Четыре года уже стоит там. Открытое, действительно, в подвале вода. Летом мухи, зимой снег. Уже своими силами в этом году мы воду пытались откачать. Из здания. Но всех полномочий мы пока не имеем на то, чтобы там какие-то строительные работы проводить. А администрация пролонгировала этот договор? А администрация в лице Теруправления по Новоевскому району? А договор можно, да, кстати, опротестовать в суде? Я говорю о разрешении на строительство, а не о договоре. О разрешении можно опротестовать? Договор заключен на весь период строительства до сдачи объекта в эксплуатацию. Нет, но если субъект банкротится, если объявил о собственной ликвидации, о каком продолжении строительства вообще идет разговор? То есть, а можно это разрешение на строительство, можно его признать там ничтожным? Или я могу неправильно говорить слова, которыми апеллирует суд, да? Ну, можешь же как-то городской администрации показать, знаете, я надеюсь, что у меня сейчас некоторые говорят, что, ребят, вы не правы. Или докажите, что правы. Или докажите, что правы. Нет, она банкротится. Как ей разрешают строиться? Ну, конечно, мы можем обратиться в суд и оспаривать действия городской администрации, управления архитектурой. Вот в части той, что ей разрешили продолжить строительство. Да, но это снова нас отвлечет от главной нашей задачи. Ведь мы хотим все-таки достроить торговый центр, ввести его в эксплуатацию и начать получать доход. Нет, вы приехали, начали, значит, достраивать. Приходит Анисимова Валентина Алексеевна, показывает документы, говорит, господа полицейские, у меня разрешение в строительство, веду я. И вам говорят, давайте, ребята, собирайте вещи, или, значит, вам придется ночевать. Вот, не дома придется ночевать. Вот, что будете делать? Нам остается пережить этот месяц, дождаться 14 августа. И с этого числа, возможно, будет уже руководить предприятием конкурсно-управляющей. При этом решение администрации никто не отменял, это первое? У которого не будет таких задач, как достраивать торговый центр. Вы надеетесь на то, что как-то процесс переговоров, он полегче уже пойдет с конкурсным управляющим, да? С Валентиной Алексеевной мы переговоры проводить просто не можем. И мы тоже не можем. Давайте напомним, что мы в ходе эфира нам не удастся получить комментарии от представителей Баженов, потому что отказались категорически. Скажите, пожалуйста, а сама-то Валентина Алексеевна чего говорит? Да, мы напомним, что Анисимова Валентина Алексеевна, она не просто вот четыре года уже стоит в недострое здания торгового офисного центра на улице Советской 39, что в Нововятске. Минимум 30 гаражей недостроенными коллективной жалобой юрист пытается заниматься. Ну, как нам сказал юрист Иоанн Евгеньевич Батарев, она попрятала имущество, которое у нее было на фирме. Вот, что еще? А, это очень известный человек, благодаря которому Путин с трибуны сказал опадать мне сюда нашего губернатора и размахивал вот этой вот платежкой, где, значит, стоимость была единовременно, значит, да, увеличена в 10 раз. Так вот, автор вот этой платежки Анисимова Валентина Алексеевна. Вот как бы, вот смотрите, какой всемирно известный человек получается, да, потому что, смотрите, на ситуацию в Нововятске обратили тогда и международные СМИ, об этом говорилось и писалось, да, можем говорить о мировой известности этой женщины, так? Можем. Так, сама-то Валентина Алексеевна чего говорит? Вот, допустим, дольщица Татьяна Васильевна Креницына, вы пытались говорить, что вам сказали? Контакты есть как-то с ней, можно наладить? Ну, контактов вообще с ней невозможно наладить, ее и приставы ищут, и ее вообще все полного вятска ищут, она всем должна, контакта никакого. Но вот по слухам я могу сказать, что она всем говорит, что будет быть якобы дальше достраивать этот торговый центр. А не говорит на какие денежки? Шиши. Нет. Шиши. В одном из последних заседаний сообщила, что у нее денег достаточно для того, чтобы все это достроить. Не, ну тогда, извините, это провокация, извините, это тогда надо дальше судиться, денег много. Чего не строишь? Вы не спрашиваете? Есть деньги, чего не строишь-то? Мы спрашиваем. И чего говорит? Уклоняется от ответа. Только улыбается. Можно сказать, смеется. Смеется и смеется над вами. Татьяна Васильевна, вот я хотел еще в прошлом части задать вам вопрос. Не знаю, насколько удобно будет отвечать. Какие суммы, ну хотя бы примерно обозначить, вот вы вложили другие донщики? Нет, давайте сделаем так. Татьяна Васильевна, примерная цена квадратного метра сколько выходит? Хорошо. Вот так вот спросим. Потому что все-таки сколько человек заплатил, это кумерческая тайна. Как правило. Да. Но если судить, что сегодня 56% составляет строительство, вот все это, я заплатила за квадратный метр по 26 тысяч, то у меня получается еще примерно 20 тысяч. Слушайте, в 2008 году 26 тысяч, это реальная цена была. Это реальная цена, это достаточная была. 2008, это же кризис был еще. Я говорю, это реальная цена. Это реальная цена. Тогда сбрасывали, по-моему, до 24-26 крупные компании, а в 2008 это были хорошие деньги. Ну, значит, мне придется еще 1020 за квадратный метр доплачивать сейчас. В случае, если будет строительство продолжено, да? У вас же золотое выйдет. Конечно. Это как в Москве, по ценам Москвы получится квадратный метр. Фактически. Да. Не свезло. Не свезло. Скажите, пожалуйста, а правоохранительные органы деятельностью, они, Симой Валентиной Алексеевны, не заинтересовались? Судебные приставы, вы сказали, ищут. Судебные приставы, это решение суда. Это решение суда, да. А здесь не налицо ли какие-то, знаете, может быть, мошенничества? Ну, какие-то экономические статьи, да? Статьи, да. Уголовный кодекс. Заявлений такого рода было подано очень много. Вот. Ну, я думаю, не менее 10 заявлений. Куда обращались? В Нововятские правоохранительные органы. В прокуратуру, в полицию. И в прокуратуру, и в полицию. И что? К сожалению, ни одно из заявлений пока нужного результата не дало. Ну, принято заявление. Нет, ответы были. Заявления приняты, проверки проводятся, но уголовных дел пока не возбуждено. На основании? Я не могу точно сказать основания, потому что я этими вопросами не занимался. Это не ваши компетенции? Я связан только со строительством. А суть этих дел хотя бы одного, ну, как-то по конкретному. Имели место двойные продажи квартир, вот, в строящихся жилых домах. То есть, ко мне подходил один из таких обманутых дольщиков. Это уже другие дома, это жилищное строительство. Мы уже отошли пробоваться. В жилищном строительстве. Он полностью оплатил строительство своей квартиры. Собственником стали другие люди. Это один из эпизодов, о которых мне известно. Также по гаражам, о которых говорил Ян Евгеньевич, подавались заявления. По нашему торговому центру тоже подавались заявления о нецелевом использовании средств, вложенных в долевое строительство. Подождите, по дому на Володарской, по-моему, возбуждены уголовные дела в отношении. Там очень известные фамилии. Кто-то родственник Николай Иванович Шаклеина, как говорили, именно на это завлекали людей. Много известных фамилий в той компании есть. Недавно я прочитала, что уголовные дела возбуждены. А здесь ничего? В нашем случае пока не получилось. Да? Перспектива. Хотя уже можно, да. Перспектива. Татьяна Васильевна, как вы думаете, удастся? Ну, будем пытаться. Андрей Алексеевич, как вы думаете? Зависеть будет, я считаю, от позиции конкурсного управляющего, если конкурсное производство будет введено. Потому что у него будут полномочия привлечь к субсидиарной ответственности участника и директора общества, которая совершала эти сделки. А также он будет иметь право выступать от имени предприятия Бажена. Хорошо. У меня к вам вопрос. Известно ли вам о том, что с введением конкурсного, с началом банкротства кредиторами ведь будут не только... А дольщики не будут кредиторами. Они собственники? Дольщики уже не будут кредиторами. Они уже не кредиторы. А иные кредиторы по этому строящемуся зданию, кто еще есть? Самый крупный кредитор Сбербанк. Там еще и кредиты взяты. Да, порядка 20 миллионов рублей. Ну... Сбербанк это такая серьезная структура. Это серьезная структура, против которой... Механизмы и ниточки есть, за которые можно дергать. Да. Так, и... Минутку. В этом здании, которое является конкурсной массой, я так понимаю, что остальной-то конкурсной массы больше и нет. А вот незавершенное строительством гаражные боксы, о которых говорил я в Евгении... Там свои претенденты. Незавершенное строительством оздоровительный лагерь в доме отдыха Кстинина. Это все пойдет в конкурсную массу? Это все пойдет в конкурсную массу. То есть детей выгоним, гаражников удалим, вот, и отдадим все Сбербанку. Пока будет продаваться на торгах дом отдыха, детей выгонять нет необходимости. Нет, я... Меняться будет... Детишки вас тут продают, но вы пока ничего... Вас продают, да, домики весят дети, гуляйте пока, дети, кушайте, отдыхайте. Вот, ну, потом придет другой дяденька или дяденька, и... Вот, нет, мы просто утрируем, и это совершенно понятно. Ну, то есть вернуть кредиторам задолженности, если взять все, писать все, то возможность есть. И Сбербанку, наверное, не очень будет интересно получать в собственность вот эти лестницы и лестничные площадки, да? Ну, во-первых, я не думаю, что все кредиторы получат свои деньги, даже за счет реализации этой недвижимости. Кроме Сбербанка тогда что есть? Как я уже говорил, ЗАО Бажена, которая является заявителем по делу о банкротстве. Есть еще другие кредиторы. Может быть, это налоговые, строительные строители, нет? Зарплатные долги. Налоговые, да, налоговые тоже какую-то сумму заявила, я, к сожалению, не помню деталей. Ну, то есть перспектива побороть вот это вот, да, то, что, собственно говоря, случилось благодаря нашему немаловнятному закону о дольщиках, то есть перспектива совладать с ситуацией все-таки и есть. Могу привести пример. Жилой дом на Некрасово 51А. Это все-таки жилой. Там жилой дом со встроенными помещениями. Примерно в такой же ситуации, то есть застройщик ушел в банкротство, участники долевого строительства признали за собой право на доли в этом объекте. И в прошлом году, в ноябре, они все-таки этот дом своими силами достроили и в эксплуатацию сдали. То есть вносили дополнительные средства. То есть прецеденты есть. Вот. При этом у нас при департаменте строительства с 2011 года существует комиссия по защите обманутых дольщиков. При этом вот этот же жилой дом по Некрасово 51А эта комиссия не приняла к рассмотрению, потому что здесь как раз они уже не являлись участниками долевого строительства, они уже являлись долевыми собственниками. Поэтому у них никакой поддержки со стороны департамента строительства не было. Они исключительно своими силами за счет собственных средств этот дом достроили. Ну, здесь такая же точность. Нас ждет такая же ситуация. Велика вероятность, что вы все-таки с этим совладаете. Ну что ж, заканчивая, значит, эту тему, хочу сказать, что очень жалко, что существуют подобные люди, которые совершенно не боятся того, что у них на пороге уже стучит кулаком в дверь закон, что ты потратил чужие деньги. Я желаю всем нашим радиослушателям, во-первых, не попадаться в подобные ситуации, хотя не попасться сложно. Смотрите, мы услышали представителя дольщиков. Первые три года все прям летело, росло как на дрожжах, а потом раз взяло и все закончилось. Давайте итоги опроса подведем. Да, итоги опроса и будем прощаться. Проблемы дольщиков это, спросили мы вас сегодня, я подвожу итоги опроса, который замечен на нашей странице ВКонтакте. Большинство голосов за варианты ответа все указанные вместе меры. А все указанные вместе это? И следствие несовершенства законодательства, и следствие юридической безграмотности до самих дольщиков. Недоработка правоохранительных органов. Почти 50%. И на втором месте юридическая безграмотность граждан у нас. Ну что ж, нам всем личным юристам обзаводиться. Нет, подождите, Татьяна Васильевна не показалась мне человеком юридически безграмотным. По-моему, сделано все абсолютно четко, честно, и договор с ее стороны исполнен как бы в полном объеме. Знаете, это нужно обладать не юридическими знаниями, а способностями предсказания. То есть пифе такая, понимаете, надо брать предсказателя на общую группу застройщиков. Пусть там человек посмотрит вдалеке, да, и сказал, не-не-не, ничего не увидит, давайте вот в другое место пойдем. Или к гадалке сходить. И к гадалке сходить. Нагадай-ка мне, что там будет через пять лет. Что там будет, вот, поэтому как бы... Ну, на третьем месте у нас варианты следствия несовершенства, законодательства и результат недоработки правоохранительных органов. Да, возможно, правоохранительным органам стоит как-то повнимательнее, пожестче разбираться с этими недопропорядочными. Да, пожелаем им тоже удачи во всех делах. Нашим гостям спасибо большое. Напоминаем, Татьяна Васильевна Креницына, одна из собственников недостроя по улице Советской 39, что в Новоярском районе. Это офисно-торговый центр, который уже четыре года собственница компании Бажена, Анисимова Валентина Алексеевна, не может, не хочет, хотя и обещает достроить. И второй наш гость, Андрей Алексеевич Гучин, юрист, представитель собственников строительства торгового центра. Вам спасибо большое, мы желаем вам удачи и будет одна просьба. Держите нас, пожалуйста, в информационном поле, держите в курсе происходящего, потому что, да, впервые мы занимаемся темой обманутых дольщиков, но не те, которые строили жилье, а те, которые строят офисно-торговый центр. Спасибо вам большое, до свидания. Это у нас, видимо, будет после 14 августа, когда вот... Возможно. Спасибо вам большое, до свидания, а у нас небольшой перерыв. Ну что ж, мы резко меняем нашу тему, потому что мы сейчас будем говорить о буквально вот на днях вступившем в силу законе, который отменяет дискриминацию. Дискриминацию я поставлю в кавычки при приеме на работу. Володь, поясните, пожалуйста, что такое дискриминация? Дискриминация. Имеется в виду объявление о приеме на работу. Так вот, на днях вступил закон, который запрещает указывать в этих объявлениях возраст, пол, национальность, семейное положение, место прописки будущих сотрудников, возможностей. То есть, например, такое объявление, как требуется девушка от 19 до 25 лет для работы стриптизершей, они сейчас вне закона. Так требуется человек для работы, значит, в стриптизе. Для верчения своего тела на шесте. Так, и, значит, для верчения на шесте пришло 25 молодых мускулистых с кубиками там, где положено, значит, пришли и берите нас на работу. А вы нам не подходите, говорит, работодатель. А нам, говорит, нужно и сказать, девушка не может, потому что уже будут указания пола. И как же разбираться? Это что такое? Вы сейчас сами говорили, требуется мойщица посуды. Ну, и что? И уже заложено в термине мойщица, уже пол подразумевается. Подразумевается, что если мойщица, то это девушка. Женщина, то есть это граждан, особь женского пола, по-любому. Что писать теперь? Требуется гражданин для мытья посуды? Требуется товарищ для мытья полов? Давайте сейчас о санкциях поговорим за нарушением, а точнее озвучим их. При нарушении вот этих всех правил для физических лиц штраф составит от 500 до 1000 рублей, для должностных от 3 до 5000 рублей, юридически от 10 до 15 тысяч. Нет, но есть чисто мужские специальности. Нужен человек на шахту. Женщины выстроились в очередь. Понятно, что феминизация и так далее все-таки предпочитают. Нет, есть мужские профессии, есть женские профессии. Ну, давайте я понимаю, что профессия гинеколог, она так или иначе. Но все-таки больше женщина работает в профессии. Ну, и мужчины тоже есть. Вот, иногда, да. Давайте будем разбираться и спросим, да? Ну, вот накануне эфира я посмотрел несколько сайтов, где публикуются объявления о премии на работу. Первое, что бросилось в глаза, это объявления стали короче. Там было много текста. А потому что они стали дороже. Покороче стали. Они дороже стали. И действительно. Но не составило труда и найти объявления, которые в прежнем духе печатаются. Видимо, уже противозаконные. Вот, читаю прямо сейчас на одном из сайтов кировских нашел. Требуется мужчина до 50 лет для работы. Ну, возьмите, вот мы говорили, Ямал, строй, газ, добыча, да? Требуются мужчины. Тяжкие совершенно условия. Во-первых, это вахта. Во-вторых, это погодные условия. Снабжение питанием и так далее. И все-таки, знаете, предприятие больше-то заточено на мужскую работу, да? А как мужчин нельзя, пришли женщины, и что делать теперь? Ну, давайте поговорим. Давайте сейчас поговорим на эту тему. Поговорим не о том, что делать, а о том, как накажут тех, кто себе позволил дискриминацию в половом смысле, в возрастном смысле, в смысле, значит, наличия детей и в смысле возраста. Специалист в этом плане у нас на связи. Константин Палкин, директор рекрутингового агентства «Карьера». Константин Вячеславович, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, мы с вами, не скрою, общались несколько дней назад на эту тему. Вы возмущены появлением этого закона, так? Да, я не понимаю, для чего он издается. Вообще, издал. Ну, начну, наверное, с чего. Ну, вы знаете, смотрите, говорят, там написано пером не вырубишь топором, с одной стороны. Видимо, как-то дисциплинировали людей, которые нанимают других людей на работу. Но, простите, пожалуйста, написали на бумаге, да? Пришел человек, и ему говорят, извините, у вас маленькие дети, мы вас не возьмем. Хорошо. Вроде как бы человек возмутился. Тогда просто работодатель будет находить какие-то иные причины вне половых, возрастных и так далее различий. Вот вы возмущены. Так. Ну, я возмущен, наверное, с чего. У нас даже президента России по закону, он должен быть старше 35 лет. Да, 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 в Конституции записано. Больше 10 лет в России. У нас дискриминация, она была, есть, она всегда была. Депутат Госдумы у нас только с 21 года, может быть. Отменяем Конституцию, даже не вопрос. Это же, как бы, да, это вот, смотрите, это совершенно четко прописаны возрастные категории, то, что запрещает делать закон. А может быть, не считаешь, что президент и депутат это не работа, а так себе? А как иначе-то? Ну, скажем так, вопросов, ответов у меня на этот вопрос нет. Так, так у нас тоже нет риторические вопросы, мы просто, получается, обсмеиваем очередной закон, который существует на бумаге. Мужи, многие мужи в возрасте за 21 год сидели, значит, в Госдуме, принимали решение, шевелили якобы мозгами. Они нашевелили, получилось, что мы сидим тут и, значит, хохочем. У нас в Трудовом кодексе есть статья, на основании которой любой, кто считает, что его дискриминируют при приеме на работу, может подать в суд и судиться с работодателем. И ведь таких случаев очень много. Когда мужчине отказывают по непонятным причинам, когда женщине-матерь многодетная, у нее детишки маленькие. Понятно, что работодателю-то такое ведь не надо, потому что дети-то будут болеть. И она фактически будет числиться на работе. Или какая из нее работница, если она все время будет переживать за своих малышей? Ну, что делать? Вопросов очень много. Вот, к примеру, молодой руководитель, молодой директор, ему, чтобы нанять людей, с которыми будет комфортно работать, для многих комфортно работать со своими сверстниками. Как быть ему? Ну, я не знаю. Это же проблема. Перестраиваться. Тогда набирать, тогда набирать не по объявлению, а среди своих сверстников и знакомых. Вот ведь вариант. Собственно говоря, дело-то ведь касается не того, чтобы вот он пришел, и я его должен принять, да? У тебя есть место, он пришел, и я его... А дело в том, что нельзя подавать объявление такого толка. Имеется в виду объявление, которое содержит вот эти вот, по мнению... Избирательные. Госдумы, да, дискриминационное высказывание. Ну, хорошо, значит, что мы получим с вами по факту. Да, да. По факту мы получим в том, что, вероятно, увеличится количество откликов от вакансий. Люди будут приходить на работу, на собеседование, и... Ну, собственно, уже на собеседовании будет выясняться, что они не подходят. Слушайте, я вас поняла. Вы сейчас говорите о том, что сегодня в трудовых инспекциях, везде, есть заявки на работу, где указано, что нужны, допустим, женщины в таком-то возрасте. Ну, допустим, вот смотрите, бабушка, ну, хорошо выглядит ей за 60 лет. Объявление о стриптизе, пойду работать стриптизершей. Пришла ограничение по возрасту, нет, ничего нет. Значит, бабушку вынуждены брать? Это же абсурд. Ей просто откажут и не обозначат причину отказа. Это потерянное время самого претендента. Все, а тогда бабушка пойдет и пишет заявление в суд, потому что есть другой закон. А вот тут дискриминация требует наказать, и суд обяжет принять бабушку. А почему, на основании чего она будет писать в том, что ей отказали, ну, не понравилось, скажем так, ей просто не обозначат причину отказа. Ясно. Константин Владимирович, как на вашей работе уже отразился этот закон? Вы предприняли... Вы уже поменяли объявление или нет еще? Да, объявление мы поменяли. И что получилось? Ну, пока отклика, скажем так, мы не почувствовали какого-то изменения именно в своей работе. Потому что определить возраст можно по диплому, пол можно по имени. Поэтому особых-то сложностей нет. Для меня это просто, знаете, вот как капитальный ремонт здания. С фасада что-то покрасили. Заштукатурили. Заштукатурили, а внутрь заходишь, как это было все, мягко сказать, там, в плохом, в лучшемном состоянии. Так это все и осталось. Поэтому это, ну, действие, ну, для галочки, для какой-то. Вот лишь бы показать какую-то деятельность. Нет, подождите, какая-то деятельность. А, кстати, кто следить-то будет? И вдруг, значит, какая-то деятельность, и оказывается, что это закон, причем с большой буквы «З». Кто следить-то будет? Роскомнадзор? Трудовая инспекция. А, трудовая инспекция все-таки. Не, ну, то есть, давайте будем надеяться так, что не работодатели будут проявлять здравомыслие, а те люди, которые читают объявления и понимают, что на севере женщине работать на вахте сложно. Что в шахте женщине работать сложно. А на стриптизе, на шесте крутиться, пожилой женщине, или пускай это же очень красивый мужчине, тоже как-то вроде нет. Ну, надеяться на то, что у нас все разумные, ну, скажем так, обвинчивые немножко, да. То, что нервозности будет больше, это однозначно. Ну, ну что ж, спасибо. Спасибо, мы могли бы продолжить еще нашу беседу, но поджимает нас время. Спасибо, Константин Палкин у нас был на связи, директор рекрутингового агентства «Карьера». Нам пора уходить из эфира. Елена Овчинникова, Владимир Сметанин. Прощаюсь на время своего двухнедельного отпуска. Да, и Володя вернется уже в нашу студию с женатым человеком. Спасибо. Вот, будущим отцом. И, как бы, и надеюсь, уже с готовой окончательной песней про Алексея Навального. До свидания. До свидания, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!